На рынке металлопродукции на сегодняшний день отмечается существенное повышение цен. К примеру, на арматуру с начала года цены выросли порядка 80%. Безусловно, такое повышение цен не осталось без внимания как антимонопольного органа, так и потребителей. Мы отмечаем, что участились случаи подачи жалоб со стороны потребителей, как граждан, так и крупных промышленных предприятий, в том числе и представителей строительной отрасли. Сегодня прошло заседание экспертного совета. В заседании приняли участие как представители производителей металлов, так и потребители, и представители информационно-аналитических агентств. Вопрос был рассмотрен с различных точек зрения. То есть, производители рассказали нам, почему произошел рост цен, чем это обосновано. Профессиональные аналитики рынка рассказали, с чем они связывают такое повышение цен. И потребители высказали свои опасения относительно того, как такое повышение цен может повлиять на состояние деятельности, в частности, строительных компаний. Со стороны антимонопольной службы мы продолжим вести мониторинг цен на металл. Особо будем обращать внимание на ту динамику цен, которая будет отслеживаться на внутреннем рынке, будет ли она соответствовать котировкам зарубежным. И будет ли у нас в ближайшее время аналогичное понижение цен. В случае, если будет необоснованное какое-то завышение цен, либо поддержание цен на более высоком уровне, чем по рынку в общем, то, соответственно, будет уже приниматься мера антимонопольного контроля в отношении тех металлургических компаний, которые будут нарушать. В настоящее время, по заявлениям, которые поступили в Федеральную антимонопольную службу, проводятся антимонопольные расследования. Мы запросили информацию у производителей, в частности, у производителей арматуры, о причинах роста цен, о динамике цен, динамике себестоимости. И информацию мы получим в ближайший месяц, буквально в конце мая этого года. И, соответственно, по итогам анализа полученной информации, будет принято решение о наличии признаков нарушения темонопольного законодательства или об их отсутствии. Металлургическим компаниям при определении и формировании цен необходимо учитывать не только переживые индикаторы, но и внутренний спрос, внутреннее потребление, и учитывать, смогут ли российские потребители принять тот уровень цен, который они предлагают, и осуществлять свою деятельность с учетом изменившихся ценовых предложений со стороны металлургических компаний. В случае, если ценовое поведение металлургических компаний будет приводить к тому, что будет сокращаться количество хозяйственных субъектов, действующих на смешанном товарном рынке, такое повышение цен может быть признанным как нарушение антимонопольного законодательства, поскольку это является одним из признаков ограничения конкуренции на смешанном товарном рынке.